Друзья, всем привет! Меня зовут Катя, никогда не ковыряйте прыщи и сразу к теме ролика. Я совсем недавно увидела в инстаграме интересную маску, сейчас я вам покажу свои фотографии в этой маске. Эта маска сделает из вас просто такую глэмчику, и я решила, почему бы мне не повторить этот макияж уже своими средствами, своими руками, своей косметикой, которая есть у меня в наличии. Я сейчас поставлю перед собой фотографию, я нафотографировалась в разных ракурсах, чтобы разглядеть макияж со всех сторон, и буду пытаться по фотографиям воспроизвести этот макияж. Мне даже уже само интересно, что у меня получится, давайте сразу же начнем. И сейчас я посмотрю, какая форма. Эту форму, честно говоря, ни разу на себя не наносила, но попробуем. Как говорится, все бывает впервые. Сегодня мне будет помогать палетка Wet n Wild, вот такая. Бюджетная палетка, стоила она где-то рублей 360, это оттенок Е756А. Все продукты, которыми я буду сегодня пользоваться, я оставлю в описании под видео. Так, тут у нас полностью коричневый макияж, такой прям с яшечками, такой реально прям глэм-глэм. Для начала возьму свою растушевочную кисть, вот такую вот. Пойдем от светлого к темному. Да, вот такой оттенок я возьму. Видно вам, что я беру? Я очень надеюсь, что вам все видно. Так, значит, набираю и наношу в складку века, растушевывая к уголочку, наверное. И здесь идет такая форма, она прям уходит до брови вот в этом месте, а потом спускается в уголочек вот сюда. Ну, попробуем. По факту макияж в моногамме, насколько я понимаю и вообще могу воспринимать макияжи, поэтому буду работать, да, только вот коричневыми оттенками. Вот я уже до нет растушевала прям до брови. Вроде как так и надо. И этим же цветом я прохожусь по нижнему веку сразу же, этой же самой кистью, чтобы чуть-чуть просто дать тушевку на нижнее веко. Далее я вижу немного красноватые нотки в самой тушевке. И как-то, в принципе, есть там такой красноватый цвет, поэтому хочу взять еще вот такой вот оттеночек и немножечко продублировать по уже нанесенному оттенку, нанесенной тушевке. Наношу я практически туда же, но все-таки акцентируюсь немножечко на уголочке. Вот здесь вот так вот сделаем. Видно разницу здесь и здесь? Мне кажется, оттенок уже более-менее подходит. Далее я хочу затемнить еще уголочек внешний глаза. Наношу вот эти вот здесь в палетке, это самый темный оттенок. Вот этот вот. Я до сих пор работаю растушевочной кистью. Просто наслаиваю цвет, чтобы он был такой максимально глубокий. И все-таки макияж такой яркий, должен быть насыщенный. Сейчас я перейду уже к нижнему веку. И для этого мне нужна будет другая кисть. Нижний век я проработаю вот такой вот кистью плоской уже. Так, сейчас посмотрим, что у нас по нижнему веку идет. По нижнему веку я, пожалуй, нанесу чуть-чуть вот таких же красноватых теней. Прямо до уголочка. Кажется так. Попробуем. Пока получается вот такая вот красота. Возьму я такую же плоскую кисть. Ну, в смысле, эту же плоскую кисть. И уже буду наносить сияшечку-блестяшечку. Сейчас посмотрю. Да, сияшечку-блестяшечку. Вот на центр века. И уходя во внешний уголок. У меня есть вот здесь в палетке вот такие вот два оттенка. Они, в принципе, оба подходящие. Хочу для начала нанести вот такой вот светлый. Посмотреть, как он будет смотреться. И если нужно, то нанесу еще и темный. Начинаю со светлого. Плоская кисть. Поехали. Ну, хоть чуть-чуть похоже. Пожалуйста. Скажите, что похоже. Я действительно очень стараюсь максимально приблизиться к этой форме, которая в этой маске. Но мне кажется, у меня не особо это выходит. Ну, хотя бы по цветам я вроде как попадаю. Скорее всего, у меня точно не будет таких огромных ресниц. Потому что у меня просто нет накладных ресниц. Поэтому просто очень обильно красить свои собственные. Эффект будет не такой яркий. Потому что на самом деле ресницы, они могут выручить вообще в любой ситуации. Если у вас косячный-прикосячный мейк. Но если у вас, блин, классные длинные ресницы. Наклеенные или нарощенные. Неважно. Или может быть у кого-то со своими повезло. Кому-то со своими повезло. Уже автоматически мейк становится гораздо круче, лучше, выигрышней. Ну, я буду делать по мере своих возможностей все, что от меня зависит. Сейчас мне нужно найти очень яркий хайлайтер. Нанести его в уголочек глаза. В внутренний уголочек глаза. Вот сюда. Вот такой яркий прям золотинку. У меня из такой золотинки вот в палетке есть вот такой оттенок. Но он не особо пигментированный. Но я думаю, я сейчас его все равно нанесу во внутренний уголок. Просто как подложку для хайлайтера. Потому что хайлайтер один, скорее всего, который у меня тоже не даст такого прям яркого эффектного свечения. Ну, давайте пробовать. Я впервые все это повторяю. Я даже не репетировала. Прям на камеру сразу решила повторить, что может вообще новичок в этом деле. Сейчас проверим. Хочу взять вот такую вот маленькую круглую кисть. И именно ей наносить этот вот золотистый оттенок во внутренний уголок глаза. Так, ну, ребят, я сейчас за кадром нарисую стрелки на свой страх и риск. Надеюсь, что я ничего не испорчу. Нарисую стрелы и вернусь к вам. Я снова с вами. Стрелы я наносила минут где-то 20-25. В итоге они у меня все равно вышли кривые. Ну, как смогла, так смогла. Плюс еще эта маска при различных углах обзора праздную показывает стрелы. То есть так они более такие графичные, так они более плавные. Если глаза вот так вот закрыты, то они вообще тонкие и какие-то такие прям полукруглые. Поэтому нарисовала то, что нарисовалось. Я уже прям сейчас понимаю, что если бы у меня были накладные ресницы, то было бы просто уже на данном даже этапе неплохо. Даже несмотря на то, что косяк со стрелами, в принципе, наверное, в оттенок я не совсем попала. У меня более-таки коричневые тона получились. Но макияж все равно еще не окончен. И глазам я еще вернусь. Ну, пока так. Сейчас я хочу еще прокрасить ресницы тушью своей. L'Oreal Bambi Eye. У нас еще караоке подъехало. Конечно, делать инстаграм-макияж под такие прям отечественные хиты, это сильно. Как-то так. Все, теперь наношу уже тон. И потом уже после того, как я сделаю тон, сделаю, наверное, небольшой скульптор, да, коррекцию. Потому что она там явно есть. Да, коррекция есть. Причем и носа тоже. Вот с носом, конечно, у меня будет. Ну, по возможности сделаю. Вот она нанесла тон. Теперь я хочу нанести еще консилер. Консилер у меня от Essence, камуфляж, матовый. Вот такой оттенок у меня 20-й, Light Ivory. Коррекцию я буду делать палеткой Estrade. Вот такой вот для струбинга. Здесь у нас хайлайтер, румяна и вот как раз скульптор. Надеюсь, он меня спасет. Все будет хорошо. У меня оттенок 501. Это теплая палетка, есть еще холодная. Не знаю, почему я выбрала теплую палетку. Так уж как-то вышло. Давайте здесь понасыщеннее сделаем. Этой палеткой Estrade довольно сложно переборщить, на самом деле. Нам прям надо много всего, потому что это инстаграм-макияж, это вообще маска инстаграма. Прям надо по максимуму все, чтобы прям был перебор, прям чересчур всего. Там еще есть скульптор носа, судя по всему, вот в этом вот месте. Но мне абсолютно нечем наносить. Я сейчас тихонечко вот так вот сплющу эту кисть и попробую ей сделать. Ну, не знаю, что из этого получится. Я, конечно, попробую, но попробуем. Попробую, попробуем. Там еще такой нос делается курносый, но он мне и так курносый как бы. Зачем мне это делать? Ну, я затемню все равно во всех случаях. Во всех случаях. По-любому я затемню там, где нужно затемнить. Потому что мы же повторяем макияж конкретно из маски. Да, у нас так он будет неполный, потому что нет ресниц, нет бейкинга. Но хотя не уверена, что там есть бейкинг, но мне просто кажется, что он там есть. И лоб тоже здесь у нас затемнен вот в этом месте, в этой зоне. То есть есть только по центру лба такой прям блик. А все остальное у нас затемнено. Вообще бы, конечно, еще бронзер смешать с вот этим вот скульптором. Но у меня нет бронзера, опять же. Я делаю вообще максимально бюджетно. Вот эта палетка, кстати, эстрадовская стоила где-то, наверное, я уж не помню сколько, где-то около 500 рублей. Ну, нормально, цена за три средства в одном. Без зеркала побольше купить, чтобы хотя бы видеть себя полностью. Так, ну, давайте пока на этом закончим с скульптором. Давайте перейдем уже к румянам. Я эту кисточку сейчас хорошо так стряхну, чтобы у нас ничего на ней не оставалось. Ну, у нее, в принципе, ничего и нет, судя от того, что у меня на руке ничего не покрасилось. И теперь из этой же палетки я возьму румяна. Сначала им попробую. Потому что там такие прям розовато-персиковатые, розовато-персиковые румяна. И я не знаю, найду я такие оттенки у себя или нет. Потому что у меня из румян только вот этот вот оттенок. И есть еще персиковый от Rimmel. Но, в общем, мне он не очень нравится. Так, здесь румяна идут прям вот со щечкой. То есть, если улыбнуться, вот с яблочко. И прям до глаза идут румяна. Ну, давайте попробуем. Отлично. Давайте пока на этом остановимся на лице. И перейдем к бровям. Прям сейчас я хочу сделать брови. А потом уже практически завершающим этапом нанести хайлайтер. Брови в жизни я брови особо вообще не трогаю. В том плане, что я их просто крашу краской самостоятельно дома. И графит, да, цвет графит. И они у меня, в принципе, всегда темные. Я просто укладываю брови прозрачным гелем. И все. Так и хожу. Но сегодня мне нужно прям конкретно густые темные брови. У меня есть тоже давнишний карандаш. Настолько давнишний, что вот здесь был колпачок. Я не знаю, где он. И здесь даже стерлось вообще. Я даже не знаю, что это за продукт. Наношу его прям вот отсюда. Так. И погнали вверх. И теперь мое любимое это хайлайтер. Хайлайтер нам нужно вообще очень много и практически на все. Я возьму хайлайтер от Wet n Wild. Это золотистый. Это номер Е321B. У меня есть золотистый. Есть еще розоватый. Сейчас я попробую золотистого. Потому что мне кажется, что все-таки здесь такой макияж в более теплых золотистых оттенках. Поэтому вот я его беру вот такой пушистенькой тоже кисточкой. И наношу, получается, под глаза чуток вот здесь вот. Далее нужно на кончик носа. Давайте я прям пальцем на носу. Прямо чтобы ярко-ярко было вот так вот. И по носу тоже вот так нужно пройтись. Вот так. Между глаз тоже вот сделала блик такой. Теперь нам нужно сделать блики как раз те самые в глазах. Я буду делать это уже хайлайтером. Возьму вот такую вот кисточку. Она вообще для губ. Но нам нужно немножечко вот такую филигранную работу сделать. И сейчас мне прям надо конкретно наслоить его. Чтобы прям сверкалось все. Это максимум, что я могу выдавить из своего хайлайтера. Наслоила я это уже раз 30. Все равно, конечно, нет такого блеска, как в маске инстаграмной. Но, знаете, довольно неплохо так сверкает. Я еще хочу чуть-чуть вот сюда вот нанести. Этой же самой кисточкой чуть-чуть. Блеска вот здесь нанесу под бровь. Так, и наконец-то переходим к губам. Здесь прям такой зеркальный блеск. Причем цвет такой довольно темный. Я хочу попробовать сначала сделать контур карандашом вот таким вот от Vivienne Sabo. Это оттенок 108. И у меня еще есть из Галамарта карандаш. Юни Лук называется. Он бордовый, но он совсем такой темный. Мне кажется, он нам не особо подойдет. Попробую сначала вот этим карандашом от Vivienne Sabo. И если нужно будет, то затемню кое-что, где нужно будет, уже вот этим карандашиком. Итак, я уже нанесла заполнение для губ. То есть я двумя этими цветами все-таки и все пошло у меня здесь. И из Галамарта карандаш, и Vivienne Sabo. Я сделала контур чуть больше, чем свои губы. То есть по внешнему, так скажем, контуру губ я провела контур. Заполнила немного карандашом из Галамарта. Вот так вот немножко растушевала. Получилось все криво. Но я думаю, что сейчас исправит всю эту ситуацию. Просто вот то, что, наверное, нужно для этого ролика. Это вот такой блеск Brilliance от Vivienne Sabo 3D Effect. Давайте сейчас просто его сюда так вот прям шиканем, чтобы прям все сверкало, блестело. И, скорее всего, я еще его на щеки нанесу вот в эти вот зоны, где здесь на маске есть какие-то кристаллики. У меня тоже нет таких кристалликов. Поэтому будем использовать то, что у меня имеется, то, что есть в наличии. Друзья, наконец-то макияж готов. У меня на него ушло два, блин, с половиной часа, чтобы сделать вот эту вот маску. Вот такую вот маску. Я не знаю, насколько у меня это получилось. В жизни прям перебор конкретный по всем фронтам. Я сейчас сделала вот такой вот небольшой зачес, чтобы вот так на одну сторону волосы лежали. И вот финальный кадр. На мой взгляд, в этом макияже не хватает однозначно вот этих вот длиннющих ресниц. Также я накосячила со стрелками. Но если бы даже были ресницы, то этот косяк был бы вообще незаметен. Ну и также у меня не было вот этих страз, чтобы сделать вот эти вот блестки. Но блеск для губ меня вообще, в принципе, вспас. Вы понимаете, что у меня съемка идет два с половиной часа, поэтому блеск меня вспас. Да хватит ржать, в конце концов. Если вам понравилась моя идея ролика воплощения ролика в жизнь и вообще этого мейка, то поставьте лайк, поддержите меня. Спасибо всем за внимание. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok